Всем привет! То есть... Go, go! Это гейм-обзор. Сегодня мы видим под экранами такую игрушку, как Assassin's Creed 3. В общем-то, что я могу о ней сказать? Это очень интересная игра, но в начале игры мы сначала не за главного ассасина ходим, а за отца ассасина. Сейчас я вам всё расскажу. Это в этой ситуации было, как и в американской революции, то есть в гражданской войне между стражниками и людьми. То есть стражники поступали в себя очень плохо в войне. Ну, они стреляли в жителей. И была война Англии и Британии. Англии вообще... Ой, то есть... То есть США и... Вот это... Англия. США вообще разгромило их. Но сам ассасин был с британцами. Он всем помогал там. Вот как вы видите на картинках, здесь красные. Значит, ассасин убивает красных только, а не синих. Вот. И сегодня мы ещё поговорим об одной игре, как ассасин, тоже такая же. Ассасин's Creed 4. Black Flag. Она по-любому интереснее. Но третий сюжет очень интересный. И долгая игра. Ассасин 4. Там у него есть такой набор крутой. Четыре пистолета. Ну, как сказать. У него бы не поместились бы все четыре пистолета в один карман. У него есть два кармана по бокам. И есть на груди, есть специальный ремешок, куда он кладёт ещё два пистолета. И у него есть два меча, как у пирата. Вот. То есть сабли. Я начал проходить её, но у меня там застряла одна миссия у меня. Она трудная. Там надо на корабле сбежать от шести кораблей больших. Я там всего три разгромил, а меня штормом разгромил. Вот так. Ну, эти игры прикольные. Играйте. Они, кстати, на инбоксе у меня. Я первый купил Ассасин Третью. Я её уже прошёл. Там наполовину играешь за этим. За Дезмонтом. А потом уже это воспоминает он. Воспоминания Конора. Вот. Ну, в конце я не буду спойлерить. В конце, ну, грустно будет. Вот. Всё, что я хотел сказать. А в четвёртой, не знаю. Не прошёл ещё. Всем пока. С вами был Бобёр. До скорой встречи.